Уже начался сезон крупных скидок на Алиэкспресс, и в этом выпуске мы собрали для вас самые крутые и полезные гаджеты, которые прислали нам китайцы за последнее время. Если ваша бабушка плохо видит и вынуждена надевать очки, чтобы посмотреть YouTube, то китайцы положат конец её мучениям. Они придумали вот такое устройство, похожее на небольшой планшет. Но на самом деле это увеличительная подставка для вашего смартфона с огромной линзой Френеля, которая умеет увеличивать изображение в несколько раз. Всё, что нужно сделать, это включить видео на смартфоне и разместить его на подставке. Блядь, ну и говно, а что с качеством? Оно всё какое-то, я не знаю, ну, отражает и выглядит как дерьмо. В итоге изображение увеличивается до размеров экрана достаточно большого планшета, превращая его в мини-кинотеатр. Мне кажется, у бедной бабушки зрение ещё хуже станет после этого дерьма. В прошлой подборке мы показывали вот такой микроскопический нож. Бать, это нож для куки. Китайцы пошли ещё дальше и создали мини-топор викингов в вот таком красивом чехле из эко-кожи. Только посмотрите, как качественно и аккуратно всё сделано. Это шокфот и мышей хуярил. Как хорошо отшлифована рукоять и металлическая часть. Конечно же, я попробовал порубить им дрова, но почему-то у меня не очень получалось. Даже несмотря на то, что топор очень острый. Но зато он отлично вскрывает следующую упаковку. Я даже не знаю, что в ней находится, если честно. О, да это же... Стой, стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на Лол Стим. Эпи Гейм, Спотифай, Телеграм, Стим. Ты найдёшь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт это Лол Стим. Лол Стим купить или продать. Выбор большой, посети сайт. Выгодный прайс, если хочешь и играть. Посоветуй друзьям, регистрируйся сам. О, да это же умная розетка, которую я так сильно ждал. Ведь она поможет мне экономить деньги и очень быстро себя окупит. Для начала нам нужно вставить умную розетку в глупую розетку. И нажать на кнопку питания. И что? Скачав на смартфон бесплатное приложение для умного дома, я в два клика... У него всё умное. Умный дом, умная розетка, умный телефон, умный кот, блядь, умный топор. Кто ещё умный? Только я тупой. ...через Wi-Fi и теперь могу управлять ею с любой точки мира, где есть интернет. Для теста мы взяли лампу и кажется всё работает. Также удалённо можно включать и выключать электрические обогреватели, например, на даче перед вашим приездом. Но конкретно я буду использовать его в своём подвале, подключив через умную розетку циркуляционный насос системы отопления. В программе есть возможность настроить время работы устройства, и теперь у меня ночью отопление будет выключаться, а утром за час до пробуждения будет включаться. Также умная розетка показывает напряжение в сети и количество потребления электричества, подключённым устройством. Я сразу взял себе две штуки, ведь они себя очень быстро окупят. Если вы, как и я, очень талант... Ладно, первая реально полезная вещь, которую он тут показывает. О, я! ...то вам часто приходится точить его вот такими точилками, которые достаточно быстро тупятся. Но китайцы придумали точилку... Бля, прям как я, тоже быстро туплюсь. ...подобную, которым я ещё не встречал. У них... Выглядит она как какая-то блютуста... Жалко, что я со времён школы уже не пользуюсь карандашами, и мне не приходится их точить. Вот, да, ну ладно. ...колонка с ручкой для вращения в задней части. С ручкой. Я, кстати, с ручкой. ...восстановление ручки есть... А что, неужели нельзя было придумать точилку автоматическую с кнопкой? Просто нажал, а она сама так... ...и всё, и заточила тебе карандаш. ...пятер желаемой остроты карандаша. И давайте протестируем, как всё это работает. Вставляем в отверстие, после чего делаем несколько... Ну, он мог бы взять такую, а он взял хуйню какую-то. ...оборотов ручки. Где надо руками работать? Достаем, и вы только посмотрите на эту идеальную заточку. А пилки... Бля, ей можно проткнуть себе, я не знаю, жопу, блин. ...собирается в специальном отсеке и имеют достаточно странный фон. Так еще инновационного-то в этой хуйне, я не понимаю. Вы, наверное, думаете, что внутри находится обычная дешёвая точилка, но на самом деле тут встроен достаточно сложный механизм. Ебать! Вокруг кончика карандаша... Да, пеннис, короче, лучше не пихать в эту дырку. ...вращается твердосплавный вал... Так она же тоже затупится рано или поздно. ...с десятком лезвий, каждая из которых срезает лишь тонкую полоску древесины. Благодаря... А фимос срезать может, кстати? ...чему служить такая точилка будет намного дольше обычной. Уже много раз во время извлечения пробок из бутылок вина у меня возникали сложности при использовании классического штопора. Узнав это, китайцы прислали мне их последнюю разработку, которая выглядит как огромная ручка. Ниху... На ней есть небольшое лезвие для снятия пластиковой оболочки, а под крышкой находится длинная игла, покрыта тефлоновым покрытием и маленьким отверстием в конце. Все, что нужно сделать, это погрузить иглу в крышку так, чтобы она вышла внутрь бутылки... Ё-моё. ...и немного подергать поршень, который будет нагнетать давление внутри, и это давление... И в итоге бутылка как пизданет прям рядом с тобой. И вот эти вот все осколки летят тебе в лицо. Как? ...должение должно заставить пробку покинуть горло бутылки... Бля, звучит вообще небезопасно, как будто бы, да? Ты должен накачивать стеклянную бутылку и ждать, когда каким-то образом эта пробка как нахуй вылетит тебе в лоб. Ну или бутылка взорвется, я не знаю. Блядь, да ну нахуй, это страшная дичь какая-то. Все-таки, наверное, по классике намного лучше. Работает. Оказывается, это устройство это самый настоящий ручной насос, только очень маленький. Когда-то давно мы показывали такой лайфхак только со шприцами, и китайцы, видимо, немножко скопировали нашу идею. А нахер оно надо. Бабушка передала вам банку с вкусными помидорами, но она так сильно ее закрутила, что у вас совсем не хватает сил... Что, тоже проделал дырку в крышке, засунуть туда, надуть банку, блядь, чтоб крышка как ебнула вверх, или что вы там сейчас придумаете? Китайцы. ...открутить крышку. Я попросил помощи у китайцев, и они прислали вот такой открыватель крышек 3000. Просто устанавливаете захват на крышке и проворачиваете ее против часовой стрелки. Да это ж старая хрень у моей бабушки такой была. Она что, на Алиэкспресс ее в 90-е года покупала, получается? Готово. Его зашли... Да ну нихуя себе. ...регулируется по ширине и подходит для крышек любого диаметра. За такие деньги это просто незаменимый помощник на любой кухне. Нифига себе. Когда я впервые увидел эту штуку, я сразу понял, что хочу такую же себе. Это песочные часы, но работают они не на песке, а на жидкости. Когда вы их переворачиваете, то из верхних резервуаров начинают вырываться разноцветные пузыри. Все потому, что внутри часов находятся три различных жидкости, которые не смешиваются между собой, и все это выглядит будто какая-то 3D графика, которая расслабляет и приносит визуальное удовольствие. В этой версии пузырьки перетекают сверху вниз ровно за одну минуту. Но тут я увидел еще одну версию и тоже ее купил. Эти часы уже в два раза больше, и пузырьки не просто падают вниз, а попадают на десяток ступенек, по которым ритмично прыгают в нижний отсек. Как в игре какой-то. В верхнем отсеке сделаны маленькие отверстия, которые дозируют жидкость на равные порции, благодаря чему все пузырьки имеют одинаковый размер. Но и это не все. В последний момент китайцы втюхали мне еще вот такой вариант с зеленой жидкостью и двумя колесиками, которые крутятся из-за падающих на них мячиков и напоминают небольшие карусели. Каждая из версий по-своему крутая и будет отличным подарком для человека, который много работает в офисе или дома за компьютером. Позавчера китайцы прислали мне вот такой красный мешок и уверяют, что с его помощью всего за 4 минуты можно приготовить картошку, даже не используя воду. Все, что нужно, это засунуть несколько картофелин в мешок и поместить в микроволновку, которую надо запустить на 4-5 минут на максимальной мощности. Если честно, я слабо верю, что это сработает. Но по окончанию времени мы достаем магический мешок, извлекаем картошку. И кажется, она действительно приготовлена. Картошка мя... Подожди, а если не брать мешок, а просто картошку без мешка засунуть в микроволновку и также на 5 минут поставить? Что если она и так, и так, блядь, приготовится? А мешок это наебалово взорвется? Эх ты, блядь. А что если бутылка сви... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, все, в эссею. Ща в армии есть специальные пакеты, которые греются сильно при активации. Да не, ну это мы уже видели. Мягкая и ароматная, будто сварена в воде. Я бы, наверное, по вкусу даже не понял, как она приготовлена, если бы мне дали ее попробовать раньше. А если я в этот мешок не картошку засуну, а, не знаю, блядь, курицу? Она тоже приготовится быстро? Мы использовали игрушку для котиков нового образца. В комплекте идут два вот таких хвостика, и я даже не успел активировать гаджет, как Куки уже начал играться с ними. Для сборки устройства нужно вставить хвостик в верхнюю часть корпуса и нажать кнопку питания. Хвост начинает очень быстро и беспорядочно вращаться, размахивая его сискулами. Перебор, по-моему, какой-то. Стеснительный Куки в шоке, смотрит на это и не знает, что... Блядь, если бы я Буби такой включил, она бы охуела и убежала сразу. Что делать? Это реально пиздец, блядь, кота напугать можно. Что это за хрень? Привык и начал всё больше интересоваться игрушкой. Заряжается она через Type-C порт и может принести много радости вашему питомцу. Поначалу я не сразу понял, что это такое, но судя по штоку, который крепится внутри устройства, всё это нужно вставлять внутрь шуруповёрта. А, теперь я понял. Кажется, это головка для откручивания болтов. Но вы только посмотрите, она регулируется посредством вращения шуруповёрта во время придерживания пальцами внешней оболочки. Каждый из лепестков сделан из твёрдой стали и подпружинен маленькой пружинкой, которая отталкивает его в сторону. Поэтому устройство способно откручивать как маленькие болты, так и достаточно большие, заменяя собой множество головок различного размера. Только посмотрите на это. Кого вам ближе высунуть? Мы сейчас и придумали первую в мире эластичную перчатку, сделанную из металла. Она соткана из тысяч микроскопических нитей, сделанных из нержавеющей стали, благодаря чему перчатка очень мягкая и комфортная, но в то же время очень стойкая к повреждениям. Посмотрите, что происходит, если провести ножом по обычной перчатке. А теперь проведём то же самое с бронированной версией. Я не знаю, для каких конкретно работ она создана, но я купил её просто, чтобы показать вам, что такое существует. Опасненько! Такую штуку я давно хотел купить и, наконец, мне удалось найти достойный вариант. Чтобы протестировать устройство, нам нужно надеть на его концевик какой-то шланг, закрепить пластиковую рукоять, после чего прикрутить к металлическому валу обычный шуруповёр. Я, кстати, металлический вал. А ещё лучше электрическую дрель. Ой, я электрическая дрель, у нихуя. Вставляем шланг в аквариум. Вау, кажется, это работает. И это только первая скорость. Но если включить вторую, то напор становится ещё... Ну охуеть. ...сильнее. Вода из 20-ти литрового аквариума выкачивается очень быстро. Но если вы не хотите держать устройство руками, то китайцы в комплект доложили специальное крепление к столу или любой доске, которая позволит откачивать воду без вашего участия. Ну китайцы, в общем... Его придумали аппарат, пиздец. Конечно же, мне стало интересно, как оно работает. А ещё неужели они не могли придумать аппарат, который бы не требовал дрель, а там был бы какой-то свой моторчик с кнопкой? Ну китайцы, блин, ну и чё, ещё придумают. ...я разобрал насос, чтобы показать вам, что внутри. Тут какая-то умная конструкция с подвижной перемычкой, закреплённой на центральном валу. Видимо, по этой причине этот насос так продуктивен. Я никогда бы не подумал, что у китайцев можно купить самую настоящую летучую мышь. Поначалу мне показалось, что это подделка, но глядь... Сука, ковид нахуй. В какой-то херне упакованный, ты чё? Ты нахуя купил это, дурак, блядь? ...ткани крыльев, рёбра и мышцы. Я всё больше убеждался, что это настоящий экземпляр. Вероятно, эта штука была сделана как декорация для рабочего стола или же научный образец, по которому можно изучать строение животных. Надеюсь... Ну, ты же любишь ковыряться во всяких разных штуках. Поковыряйся. Исхавай? Не, ну и хавать не обязательно. Ну, просто разобрать, пощупать эту мышь. Посмотреть, насколько она настоящая. Разделать её. Мне кажется, вообще супер идея. Да, да все вирусы уже умерли, ну... Реально, наверное. Даже не знаю. Вообще, это сушёная мышь. Реально, с пивком кайф будет. Я Алёша, милый мальчик. Я Алёша, сяду в танчик. Я Алёша, ну я...